Привет, YouTube! Как обычно, мы с вами в это время проводим обзоры на известных блогеров. Посмотрела, ребят, видеоролик вчера Коли Сытника. Хочу с вами поговорить по поводу того, как он поздравлял маму и бабушку. Мы уже это обговаривали в предыдущем обзоре, и тем не менее, тема остаётся актуальной. Главное, что я хотела подчеркнуть. Конечно же, подарки были классные, внимания было очень много, цветы шикарные, букеты. Но, девочки, когда это было всё сделано? Посмотрела несколько видеороликов и у Коли на канале, и у Самвела, чтобы вместе всё свести, все события, да, воедино. И сделала определённые свои выводы. Коля дарил маме билет на Наталью Могилевскую на 7 часов вечера. Концерт был назначен. И Коля говорит, что у тебя есть, мама, полтора часа, чтобы собраться, доехать. То есть, человек приехал домой поздравить маму в полшестого вечера. Будем честны, весь праздничный день уже за спиной. Этот день прошёл. Полшестого вечера. Как бы хотелось получать подарки и поздравления с утра. Ну, дело не в подарках, но поздравления, да. Внимание! Полшестого вечера. И у Севы на канале, я смотрю, Коля ездит везде, всех поздравляет. В застолье вместе с Колей. Куча гостей. И Надя, и Ира с Геной, и Баба Таня, и Марина из Харькова, и Коленька здесь. Все вместе целый день весело отмечают, празднуют. Настроение приподнятое. Все галдят. Можно сказать, такой балаган, да. Но это праздничное настроение людей. Делятся впечатлениями. Дарят эти подарки, цветы, смеются. Все офигенно классно. За исключением того, что Коля, мама твоя, сидит там на игре не одна и ждет любимого сына. А ты здесь целый день празднуешь. Мне немножко непонятно такое поведение, потому что, зная Колю, как бы всегда он уделял внимание матери, бежал, всегда впереди паровоза, в первую очередь мама, мама. Почему так сегодня? Может быть, чисто случайно все произошло, не успевал человек. Понятно. Но что мешало тебе с утра? Просто с утра ты на колесах, своя машина. Поехать, потратить этот час времени, час предостаточно. Поздравить своих самых родных женщин, и потом у тебя целый день свободен. Вот делай, что хочешь, распоряжайся своим временем, и было бы все прекрасно. Теперь мне, конечно же, понятно настроение Светланы, когда явился Коля. И он сам спрашивает, а чё ты такая без настроения сидишь? Она чуть ли не плачет. Слово не могла произнести. В глазах такой укор молчаливый. Без настроения женщина абсолютно очень грустная. Да, Коля, ты привез подарки, эту орхидею сумасшедшую, и этот букет, и билет на концерт. Но когда это было сделано? Для нас, для женщин, это очень важно. Мы существа ранимые, мнительные. И я знаю, что такое один единственный сын. Это свет в окне. Ты живешь ради него. Вот сейчас, в свои годы, когда уже вроде бы все сделано в этой жизни, ты достигла все, чего хотела. Чем жить? Вот какие мысли в голове? Только дети, внуки. Сынок, это то единственное, ради чего живу я, например. И думаю, Света точно так же. Она любящая мама, я это вижу. Она очень любит своего сына. Конечно же, ей было очень обидно. Ну, девочки, получилось так, как получилось. И вторую часть обзора хочу посвятить застолью. Как я уже сказала, веселый балаган на Карла Барла у Самвела в квартире. Здесь, конечно же, атмосфера другая. Не такая, как в доме на Игрене у родителей Коли. Здесь все веселые. Надюша, рот не закрывается. Она так орала, что даже Татьяна Васильевна уже не выдержала. Она говорит, боже, там можно потише, чего вы кричите. Даже бабулька начала возмущаться, не выдержав этих оров и криков, девчонки. Приготовили очень много блинов разных всяких. Знаем, что началась масленица. Все к месту. С разной начинкой были эти блины. Привезла и Марина, и Ира. Надюха тут упрекнула Маринку. А, Марина, это ты не хотела, чтобы мы с Самвелом готовили блины? И сама поэтому их привезла. Они здесь действительно борются за внимание Самвелла, кому он уделит больше времени. И Надежда, конечно же, хотела провести какие-то часы с Самвелом вместе. Но знаем, что получила букет поздравительный с надписями. Любимой мамочки. Надя немножко так присела. Надя, ты в статусе мамочки. Марина там кричала, что это место, место крестной мамы занято. И опять был немножко такой дискуссионный клуб между Надей и Мариной. Опять выясняли отношения. Мне кажется, это будет между ними длиться всегда. Ира, надо упомянуть, подарила какие-то свои сережечки-гвоздики с натуральным жемчугом, чтобы мамка носила всегда, не снимая их. Потому что Эдика сережки с ушками, с обычной проволочки, они будут окисляться. Тоже приятный сюрпризик, приятный подарочек. Мамаша уже получила, которую пару серег я сбилась со счета. Внимание, куча. Надо обязательно отметить сейчас, девочки, внешний вид нашей красивой девочки. Она действительно на 8 марта, на мой вкус, красиво выглядела. Приятное платье, жемчуг был в тему. Немножко перебор с побрякульками. Ну, как бы меньше в половину. Потому что и браслет от Сваровски это и навертело на запястье. На другой руке эти жемчуга от Эдика. И две низкие этого жемчуга на шее. Один речной, другой пластиковый от Эдички. Эти серьги, висюль, ну, слишком много, как на новогодней елке. Я бы половину убрала, хотя бы эти браслеты. Еще пыталась нацепить подарок Самвелла, золотую подвесочку близнецов, на браслетик из жемчуга. Ну, в общем, все свое красивое ношу с собой. Вот все, что есть, сразу все водрузила. Но платье спасало ситуацию, мне понравилось. Выглядело хорошо, там периодически ляфы к сыне выглядывали из-под платья. Ну, давайте сделаем скидочку на возраст. Ладно, прощаем, Василина, ничего страшного. Красивая была, красивая, красивая на праздник. Постаралась с вымытыми волосами. Все хорошо, все замечательно. Поднялась девочке еще такая тема по поводу покупки домика в Крыму для Эдика. Эту тему подняла Марина и очень настаивала. На протяжении прям всего видео такой красной нитью проходит главная ее мысль. Эдик должен купить домик в Крыму. Выясняли за столом, в каком районе Крыма, где лучше, кому что нравится. И Ира советы свои давала. Но Мариночка выстроила девочке прям такой бизнес-план по переезду Эдика с семьей в Крым. Я так понимаю, главная задача Марины – сбагрить мамашу на Эдика. Как она сказала, Эдик едет через Белгород, мимо Харькова, забирает в Днепре мамку и шурует прямо на Крым. Мама же всю жизнь мечтала домик в Крыму, своя земля, будем садить, выращивать там все свое. И рядом, главное, с любимым сыночкой. Так что, Эдик, за тебя уже все решили. Марина сказала, что к Новому году обязательно все сбудется. Самоуверенная такая женщина там. Где-то я читала в комментариях, называют ее уже между собой зрители. Марина Адольфовна, подразумевая Гитлера, да? Но Маринка такая непробиваемая броня, правда. Где-то Марина мне очень нравится. Вижу цель, не вижу препятствий. Идет на пролом, молодец. Женщина, повторюсь, танк. Посмотрим, ребята, суждено ли будет сбыться такому плану Марины. И если да, то у Севки развяжутся руки. Он освободится наконец-то от этого тягара, да? Хомута с шеи. Снимет его. Но не думаю, что Самвел слишком сам жаждет избавиться от мамки. Мы знаем, что мама – это крутой контент. Да, Самвел может и без нее обходиться, как раньше и было. Он снимал очень много видео, и раскрутился, и поднялся, и канал стал узнаваемым. И очень вырос в просмотрах и рейтингах. Мамы тогда еще не было у него на канале, мы ее не видели. И тем не менее, сейчас, конечно же, двигатель главный и основной – это Татьяна Васильевна. Севка – умный мужик, все он прекрасно понимает. Посмотрим, девочки. Нам с вами остается только смотреть этот телесериал и общаться, комментировать, сплетничать. До следующих встреч. Таков был обзор на этот ролик, на это видео. Будем встречаться дальше. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok